всем привет привет всем здравствуйте я рада приветствовать всех любителей полинезийской культуры, полинезийских танцев, таитянских танцев потому что сегодня у нас в эфире Ирина Шевченко и я надеюсь у нас получится с ней интересный разговор потому что Ирина начала заниматься таитянскими танцами то есть уже какое-то время занимается довольно длительное и сейчас она присоединится и мы с ней поговорим именно о ори таити в России то есть давайте я представлюсь меня зовут Наталья Кашина я живу в Челябинске я изучаю полинезийские танцы в России и каждую субботу я провожу такие эфиры с преподавателем танцовщицами таитянского танца ори таити танцовщицами гавайского танца мне хочется показать что в России есть люди которые которые интересуются этой культурой потому что очень объемный вопрос очень и очень интересно так я вижу Ирина к нам присоединилась Ирина нужно нажать стать гостем в эфире тогда я смогу добавить весело так ну ждем пока что то есть на прошлой неделе у меня был эфир с танцовщицей из Екатеринбурга то есть можете посмотреть записи так все к нам присоединился привет 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 очень очень рада тебя видеть в эфире я тоже поговорим давайте еще раз представлю это у нас Ирина Шевченко Ирина Далия Шевченко из Ростова-на-Дону которая у нас профессионал в восточном танце и она начала заниматься довольно серьезно танцем ори таити то есть и ну как продвигается на в этом плане развивается мне хотелось бы поговорить задать какие-то вопросы здравствуйте всем здравствуйте всех поприветствую так привет привет то есть можете писать отдавать вопросы может быть что-то по ходу беседы будет интересно так вот Ирина расскажи когда ты первый раз увидела таитянские танцы что это было за видео или это может быть было живое выступление какое-то впечатление на тебя произвело знаешь я думаю что это видео сейчас очень популярно и его уже многие посмотрели но на тот момент никто не знал что это такое я увидела первое мое видео которое вообще до этого я ничего не знала о танцах таити это было видео моэны фестиваль а по моему хейва она там танцевала вот это известное знаменитое видео где она быстро быстро делает парапу и только вот маленький кусочек 15 или 20 секунд я увидела это видео и все больше ничего не было и я помню что вот момент у меня даже вот как сейчас я помню свои мысли не было больше что это такое и почему я до сих пор не знаю что это такое я вообще не поняла что что произошло с прекрасной вот частью одной из частей женского тела да да танцовщица моэна мотануи она по моему чемпионка у нас по я плохо запоминаю фамилию она одна из самых самых да одна одна из звезд и она ездит по миру с мастер-классами то есть я не знаю выступает ли она сейчас то она как педагогу очень очень известна на таите так ну то есть это вот было такое видео а чего началась любовь к тейтенскому танцу была это любовь с первого взгляда ли ты приглядывалась к нему прежде чем начать изучать ну вот соответственно когда я увидела это видео я решила что пока я не узнаю я спать спокойно не смогу я начала копать и вот с этого момента все началось потому что я начала искать и поняла что никто ничего не знает куда бы я не обращалась я даже помню на то вот честно тебе признаюсь что я открыла все какие-то школы в москве санкт-петербурге где было просто слово таити или гавайи просто даже слова было указано но ничего про стиле не было я им звонила туда но я такая знаешь если мне что-то надо я пройду сквозь стены знаешь просто на танке проеду куда-то в каком году было примерно вот четыре года назад примерно вот плюс-минус да я звонила мне такие ну приходите на тренировку там ну то есть информации но не было и видео каких-то русских обучающих вообще ничего единственное но я докопала я докопалась до надежды до и стюмени я докопалась для нее очень долго наверное месяц я искала варианты какие-то чтобы узнать вообще что это за тайны что за стиль и как можно бы его изучить я докопалась до надежды мы с ней познакомились и вот так душевно начался наш путь в изучении ори таити она мне подсказала у него на тот момент уже была группа где уже были посты о костюмах таити о культуре была музыка интересная группа в комнате вконтакте по моему да 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 вконтакте вконтакте так она называется да но я и вконтакте искала то есть я не знаю даже по каким запросам я ее случайно нашла но даже вот по запросам видимо таити я тогда не не указывала не потому что я видимо не знала что это надо искать вот именно по запросу таити полинезия да то есть вот такого но в общем я нашла надю и вообще просто благодарна судьбе за это конечно замечательная девочка такая она так сразу с пониманием конечно конечно еще один в наш коллектив где два-три человека изучают таити особо никто ничего не знал вот она мне очень помогла с информацией она мне скинула видео видео обучающие где вот она базовые шаги это просто но да вот и оттуда оттуда пошло потом мне надя помогла она мне скинула сайт где стоит ну таитянский да уже носители и в общем и уже пошло пошло поехала и уже постепенно я уже начала с иностранцами их находить выходить на иностранцев и уже начала более более детально изучать культуру уже понимая где искать на чем работать и как это все вообще изучать да то есть когда пришло понимание я начала над этим работать но любовь не пришла знаете как вот с первой секунды сначала был интерес сначала было просто интересно что это такое да а потом уже когда я начала углубляться когда я уже начала чувствовать когда я начала понимать то конечно тогда уже любовь вот такая просто выросла огромная и растет каждый днем да чем больше информации тем она становится понятнее такая обширная тема что это не только техника не только движение это целый культурный пласт скажи а вот в чем на твой взгляд отличие техники бэли-данс от техники ори-таити то есть ну как бы мне допустим известно но может быть наши слушатели первый раз этим сталкиваются или ну совсем не сталкивались то есть чем смотрите смотрите я для все я всем не тебе да смотрите вот изучая столько лет таити я только сейчас вот последние годы действительно ощущи ощутила да вот эту колоссальную разницу раньше занималась то есть не было этого ощущения да да то есть я не могла понимать не могла сама разобрать ну то есть где это грань где это грань ну понятно то есть пока ты сам это не пройдешь ты и объяснить не сможешь то есть пока когда я уже поняла сама эту разницу да тогда я уже начала действительно ну больше и преподавать и рассказывать и потому что на самом деле техника в работе ног раз очень сильно отличается нормально слышно не зависают да да я все слышу в работе ног коленей постановка корпуса и постановка позиция да то есть вот у них очень сильно отличается чем когда работаем мы были дэнси а тем более если это брать классический танец да где вообще у нас все на вытягивание да вот это все позиции на арабесках то есть постоянно согнутых коленей были дэнси но в классическом точно нет ну да вообще мы сейчас уже давно да не сгибаем колени все на мягких но это у таити тоже есть моменты где не прям сильно сгибаются колени да но это тоже технически нужно понимать где ты должен именно приземлиться к земле да потому что у них культура на чем построена на очень сильной связи с землей они танцуют приземленно близко к земле и у них вот все движения они больше идут вот в землю уходят да и все берут из земли и соответственно и техника основана на этом то есть не просто что мы сели и делаем внизу какие там там как бы есть тот же свой смысл определенный глубокий почему мы уходим вниз и как мы это все энергетику эту забираем да и берем ее от природы от земли от моря от океана и так далее и тому подобное плюс второе корпус конечно в таити вот это та-ра-та-та-та ну там движение грудь то есть руки очень мягкие но мягкие кисти локти там получается верхняя часть но опять же говорить о том что корпус не задействован нельзя на самом деле из-за того что максимально идет ну изоляция максимально очень сильно прокачивается спина она становится еще ровнее еще ну то есть да вот эта статика не такая прям и бедра вокруг этой статики крутящий это просто огонь но на самом деле вот эту грань понять да видим были дэнсе мы тоже изолируем верхнюю часть например у меня тоже очень много есть связок изоляционных где я даю конкретно сильную изоляцию верха и работа бедер там шими все но это все равно другое то есть все равно по-другому это делается да и дальше отличия в технике руки руки во-первых все ну большинству ну как позиции есть определенные да ну вот знаешь да ты вот вот эти вот сюда в бедра да вот сюда вверх но у них все жесты все имеют большое значение как вот в индийском танце да когда вот все вот это вот что-то означает тоже вот у них очень много у нас в восточном танце все-таки мы используем жесты да в основном там ну в народных фольклорных танцах да или какие-то там на сердце да или ну вот действительно разговаривать мы знаем перевод но мы как сурда перевод не показываем каждое слово какие-то моменты да или на сердце или там я разговариваю с тобой да как-то вот в арабских танцах да есть но здесь здесь прямо идет рассказ причем даже на ауте да не только опарима опарима же вообще полностью рассказ целая история да но на аутеа даже крутя попы ну извините за это слово да то есть бедра бедра работают а ты все равно рассказываешь историю да показываешь жесты как там ты идешь в горы поднимаешься или ветер падал цветочки распустились да ну то есть это очень интересно и конечно же это ну кардинально разное если делать это все таки вот ну различ если границу понимать баллидансы делать как бы с нуля это все воспринимать то есть есть еще различия в кистях да то есть нет каких-то вот пальцы склеены вот эти да да пальцы то есть вот у нас же в баллидансе я могу и там и там и там там различие есть во всем но для меня вот различие и такая самая большая сложная что все сильно при е делается большая нагрузка на ноги и вот ноги очень прокачиваются если заниматься неповерностно если просто ну как бы понимать в чем разница то большая ну это вообще физика нереальная просто огонь да да то есть занятия допустим если стоятянским преподавателем если они длятся час или полтора то это такая задача на выживание потому что то есть ну по физически очень-очень сложно ну а вот расскажи есть ли различия в энергетике в подаче танца ори таити и восточного танца и в чем для тебя состоят эти отличия как ты это вот чувствуешь для себя конечно разная ли подача подача ну я начну издалека во первых в любом танце разная подача и разная энергетика даже не сравнивая ори таити и бели дэнс взять самбу бразильскую взять классический танец да балет взять хип-хоп то есть даже если брать этнические танцы и понятно связь между ними более близкая да чем если мы там возьмем сейчас ну хип-хоп и например там и балет и сравним да что то ну вообще не сравниваем да понятно что когда более такие танцы как восток tribal да и полинезия да может быть там индию еще можно было бы приплести сюда все равно энергия абсолютно разная и понять это можно только когда ты изучаешь это все-таки более глубоко и более детально потому что философия приходит когда когда ты уже что-то понял хотя бы о том стиле танца который ты изучаешь а когда ты уже почувствовал его когда ты приблизительно услышал музыку основной ритм понял когда ты посмотрел много видео обучающих когда посмотрел носителей когда пообщался с ними когда ну да и отсюда у тебя приходит уже какое-то понимание о философии танца и тогда ты понимаешь что что какая разница а разница между гели-дэнс и ритаити очень очень большая разница потому что энергетика когда ты выходишь на сцену именно с таитянским танцем и с восточным танцем вот какие внутренние ощущения в чем вот для тебя разница во время выступления я тебе скажу так у меня несколько ощущений ну во первых во первых у меня у самой лично основная чакра всего что есть во мне она скрыта у меня как раз таки в бедрах и в животе то есть ну знаешь вот каждого человека есть своя такая вот зона сильная на чем он работает какая у него подача то есть есть у кого-то в лице у кого-то больше в грудном отделе когда ты танцуешь да или вообще что-то делаешь вот где у тебя сосредоточение энергетики я знаю что мое все там находится вот соответственно к чему я рассказываю к тому что понятно что в восточном танце я раскрылась более это все прочувствовала но когда я танцую именно таити когда я тренирую таити когда я делаю именно чистую технику таити вот в этой зоне происходит что-то неописуемое то есть энергетика действительно вот как они сами рассказывают как я это понимаю да насколько у них связь идет с землей именно с планетой именно с сущностью человека да то есть насколько вот эта связь идет не столько там у них да вот это о там страданиях о каких-то переживаниях понятно что обо всем они поют но у них больше все равно связь с природой больше они все равно вот эта вся энергетика на связана с землей и когда я танцую вот именно таити именно когда это вот приземленно все когда эти глубокие движения делаются у меня прям вот прям я чувствую как у меня от земли эта энергетика поднимается и прям в мою эту зону понимаешь отправляется ну то есть как-то такие ощущения это чисто индивидуальные да активно но интересно просто когда каждый делится своим опытом как как это вот через себя этот опыт пропускается вот расскажи у тебя такой большой танцевальный опыт у тебя были какие-то сложности в изучении техники базовой оритейс или продвинутой техники и или не было никаких конечно у меня всегда сложности вообще совсем потому что я никогда не берусь за дело если мне не трудно мне тогда не интересно мне нужно чтобы были были обязательно трудности и сложности когда вот в тот момент я начала изучать таити по этим же видео с надей вместе да я сначала думала что ну я посмотрела сначала все это изучила думаю ну в принципе практически то же самое естественно как мы все думаем и как даже в моей семье да тоже у меня например никто разницы особо не видит только считают что ну вот как мама говорит моя да что то же самое что арабский танец только быстрее только быстрее да и костюм цветы там и все но на самом деле я тоже так изначально мне казалось что вот ну наверное да так же я когда начала танцевать у меня просто я вообще не могла понять почему мне сложно просто я у меня был шоп потому что я не понимала почему я же делаю практически то же самое то есть и вот здесь был взрыв головного мозга и взрыв мышц потому что как бы когда мы не понимаем в голове то здесь вообще еще тяжелее да в ногах еще сложнее делать да когда когда ты уже понял как у тебя идет как работа техническая строится как строится работа ног колено бедро корпус тогда тебе уже все равно ты уже понимаешь в каком направлении работать rising а здесь у меня и я не понимала что что не так и она тяжело и прям понимаешь и как бы надо в другое направление а я не пойму что за направление оно мне туда понимаешь сама техника уже когда выстроена ну вот я уже тихо при она уже моторика знает куда дойти работать и как двигаться да тут раз и ты как бы хочешь свое тело поломать в другом направлении и и не понимаешь, правильно ли ты это делаешь или неправильно. Было очень трудно, очень. Потому что мышечная память, и с ней сложно работать, когда уже на автомате какие-то движения делаются. А вот скажи, сколько времени в день ты уделяешь работе над техникой, каждый день ли ты тренируешься, чтобы совершенствовать свою технику? И сколько прошло времени с того момента, когда тебе начало нравиться уже своё видео, нравится вообще, как ты танцуешь ори-тоити? Я занимаюсь вообще, каждый день занимаюсь, я делаю себе один или два выходных в неделю. Ну, вообще, у меня такой график вообще пожизненный. Ну, или там, если гастроли, конечно, что-то, понятно. Но по режиму я работаю каждый день от трёх до пяти, до шести часов в день. Ну, то есть вот по-разному, в зависимости от той же ситуации. Но минимум, минимум, это три часа в день. Ну, это, конечно, я миксую, потому что я могу, например, полтора-два часа стоить и позаниматься, потом я своими делами восточными занимаюсь, что-то репетирую, тренирую или готовлю что-то. Ну, то есть такая работа, да? Ну, понятно. Сказать, что когда мне понравилось, я тебе скажу больше, Ната. Мне не нравится вообще даже, как я была донстанцией. Я считаю, что это такой момент, знаешь, деликатный. Всем есть куда расстояние. Да, есть к чему стремиться. Конечно, если я себе скажу, что я себе нравлюсь, чем я буду завтра заниматься? Да? То есть, соответственно, я буду не три часа работать, а часа, ну, полтора. Потому что если, да, я скажу себе, ой, ну, классно, всё супер, всё отлично, так смысл три часа в каждый день пахать минимум. Правильно? Ну, да, если и так всё нормально, то зачем-то кому-то сжигать. Мне не нравится. То есть, знаешь, что? Мне нравится, что есть результат. Вот это мне нравится. Что развитие есть, что я двигаюсь вперёд. От этого я кайфую. Но видеть какое-то, что вау-вау, этого, конечно, нет. И я не хочу этого, потому что я хочу иметь возможность и дальше развиваться, понимаешь? Ну, на самом деле, когда смотришь видео, Татьянский танцовщик профессиональный, то есть, как легко у них движутся бёдра, как будто они совсем усилий никаких не прилагают. Это да. Зачем это наложение, то есть, всякие бешеные, там, вот эти, утиный шаг вот этот весь на фарапу и всё. То есть, там, ну, понимаешь, что ещё можно работать всю жизнь. Ну, конечно. Дела нет. Ну, а вот расскажи, как ты считаешь, для танцовщиц бэлли-дэнс могут быть сложности при переходе с одной техники на другую? И возможно ли параллельно заниматься и бэлли-дэнсом, и таити, чтобы не было, ну, как бы, ущерба для бэлли-дэнса? Ну, вот я как пример могу себя привести, потому что, ну, живой пример вот перед вами, да, чтобы не привести себя в пример. Здесь, знаешь, какой момент? Здесь два, вот две стороны одной медали. Первое. Это, как я тебе сказала, что сложности могут быть из-за того, что техника заточена в определённом, да, то есть в определённом ракурсе, в определённом... Забыла это слово. Ну, то есть мышечная память. В определённой траектории, в определённой траектории привыкла работать, определённые движения на этой базе ты работаешь много лет и развиваешь свою технику. И когда тебе нужно её действительно вот кардинально направить в другое направление, вот это сложно, потому что у тебя само тело хочет вернуться в свою зону комфорта, где... Приводит. Да, вот смотри, я, например, могу Восток, да, вот мой средний номер, где-то вот 8-10 минут я танцую, ну, мне как-то вот... И там и табло, может быть, и рак, и всё вот так вместе у меня. И не умираешь после того такого. Да, я могу там и упасть на сцене и кувыркаться, и шпагат, и тряска, и стола опять упала, всё. Но 2-3 минуты таити на полной мощи, мне вот тоже как бы, как даже вот человеку сильному, как бы эгэ-гэй. Но это, опять же, это натренировать нужно, потому что это другое. То, что ты в зоне комфорта, ты можешь там находиться долго, да, а то, что это уже как бы идёт отдельно, то здесь просто нужно терпение. И вот эта вот первая сторона медали, про которую я говорю, здесь нужно просто понимать, что тебе это реально нужно. Ну, то есть мотивировать себя. Да, потому что если не нужно, то, ну, как бы человек просто сделает это то же самое, только бэлли-дэнс будет. Ну, те же движения бэлли-дэнс под другую музыку. Да, то есть те же движения, те же тамау, те же фарапу в тарелке, те же вару, ну, например, восьмёрка горизонтальная, те же, например, опэ, опэ, но только вращение бедра, как мы делаем, да, назад. Ну, да, то есть, да, да, да. Та же вот волна, да, которую мы делаем, да, кэмэл, например. Ну, то есть поняла, всё идентифицировать можно под бэлли-дэнс, и будет чистый бэлли-дэнс, да. Вот, поэтому здесь, если ты профессионал, ну, даже не то, что профессионал, а танцор востока, то нужно понимать, что если интересно, то здесь работа тяжёлая в плане, что, ну, вот, нужно понимать разницу и работать, ну, понимать об этом. И можно сказать, что основная сложность – это выполнение похожих движений, то есть не кардинально разных, а именно похожих движений, потому что всё равно там колоссальная разница именно в движениях. Однозначно. аналогичных. А для начинающих, я еще не доответила про начинающих. Это вот про бэлли-дэнс, кто танцует. А кто, например, не танцует, тому тоже сложно. Поэтому сложно всем. Потому что там с нуля, и нужно это все растягивать до бедра. И, конечно, ноги должны быть сильные. Но про ноги сильные я даже говорю девочкам, своим ученицам всегда и на бэлли-дэнс-курсе, потому что у меня тоже технически какие-то есть моменты сложные, я даю, которые, ну, без сильных ног не сделаешь. Нужно все равно. То есть чудес не бывает и на какой-то подаче до какого-то момента можно уезжать, и есть все-таки физическая выносливость. Конечно. Да, именно если вы хотите сделать технику, технику, то физика должна быть. Не просто, что, ну, вот, например, да, многие думают, ну, вот сейчас я буду два месяца крутить фарапу, и у меня через два месяца все получится. Оно-то может и получится. Но если ноги слабые, если мышцы слабые, если колени слабые, ну, это, во-первых, будет во вред. Это опасно. Начнем с того, да. То есть здесь понимание того, что... Нагрузка на колени, потому что... Нагрузка на колени, нагрузка, ну, то есть, да, то здесь нужно понимать, что нужно... Ноги должны быть крепкие. Ноги – это основа танца. Быстро вы танцуете или медленно, фарапу это таите, или бэлли-дэнс-шимми, или еще что-то, неважно, прыгаете, скачете, или все равно это ноги, это основа танцоров, да, это их хлеб. Это все, понимаешь, ноги. Ноги – позвоночник. То есть здесь все должно быть просто... Вот физика должна быть готова. Ну, а потом уже, конечно, душа и все такое. Ну, да, и надо еще влюбиться именно в этот танец, чтобы нравилась и музыка, и сам вот внешний вид вот этого всего. Ну, а вот расскажи, у тебя были мастер-классы с хореографией фьюжн-бэлли-данс, именно фьюжн-полинезия, и какое соотношение в этих мастер-классах было техники бэлли-данса, техники ори-таити, и что тебе интереснее создавать, фьюжн-постановки или делать уже чистый стиль ори-таити? Было в процентном соотношении, честно тебе скажу, было, наверное, где-то процентов 70 бэлли-дэнс и процентов 30 таити, потому что, ну, все-таки это адаптировано, конечно, для бэлли-дэнс, танцовщиц, и, конечно, мастер-классы бэлли-дэнс, но с нотками таити, потому что иначе не было бы смысла, иначе даже если дашь весь чистый таити, то все равно это был бы чистый бэлли-дэнс, да, потому что техника, когда, ну, незнакомы, не очень правильно, я считаю, сразу давать, да, там, хореографию чистый ОТА, ну, непонятны людям. За два часа мастер-класса, когда ты учишь постановку и еле-еле ее успеваешь выучить, ну, сама прекрасно понимаешь, что это глупо, да, сейчас давать чистое, чистое, чистое направление, которое никто не понимает, да, это был бы, опять же, да, чистый восток. Поэтому, конечно, я миксую, конечно, и все равно я адаптирую под людей, которые хотят у меня учиться и в соответствии с их пожеланиями. Но мне очень интересен чистый стиль, и точно так же, как фьюжн, потому что я такой человек, такой артист, который все-таки любит разные, разные стороны, да, то есть у меня нет такого, что я люблю только вот одно такое, поклоняюсь только этому, а это не принимаю. У меня нет. Я люблю и фьюжн очень, в нем своя история, и свой интерес, и своя лексика. Я люблю и чистое, например, как Апариму, я сейчас от нее просто схожу с ума, я танцую, у меня просто слезы на глазах, потому что это какая-то невероятная энергетика. Я даже Леолане говорю, я когда танцую этот танец, я плакать хочу. Почему? Как будто это я про этот остров, знаешь, танцую, на котором я родилась и выросла. Ну, то есть настолько чувства затрагивают эти танцы, что нельзя сравнивать, понимаешь, Ната? Сравнивать нельзя. Это одно. Чистый стиль – это одно. Микс – это другое. Бэлли-дэнс – это третье, да? То есть и мне нравится работать абсолютно в каждом из них, потому что везде можно разную технику показать, разные эмоции, разную энергию подключить, разные чувства, и ты действительно в этот момент чувствуешь себя, ну, многогранным, интересным самой себе, да, человеком, который может как-то вот с разных сторон заглянуть в искусство танца, да? То есть вот так вот. Ну, хорошо. А вот расскажи немножко о танце. Есть разделение на стиле в тейтейском танце, то есть есть ОТЭ, АТЭА, танец под барабан, да, и танец Апарима. Вот что тебе интереснее на данный момент все, в каком направлении развиваться, или тебе и то, и другое интереснее? Ну, как ты уже понимаешь, ты уже поняла, что мне интересно все. Барабаны. Нет, нет, мне интересно все. Барабаны я люблю, я технарь, конечно, такой вот, то есть я люблю сложности, я люблю технику, я люблю свое тело развивать, и мне просто именно нравится, почему техника, и много ей времени уделять, потому что это физические возможности, которые ты можешь себе раскрывать, и каждый раз ты можешь удивляться себе, да, потому что техника, она нужна, конечно, потому как через свои мышцы, через тренировку своего тела ты идешь, как бы, да, выше, 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 и осваиваешь что-то новое в своем теле. Дальше, эмоции, это другая сторона, да, это ментальность, это твои чувства, это твоя энергия, и когда оно вместе совмещается, получается взрыв, вот такой вот, да, то есть это круто. Поэтому мне интересно ОТА однозначно, бесповоротно, и не меньше мне интересно Апарима, потому что там душа, но я хочу тебе сказать, нато, на минуточку, я танцую сейчас Апарима, я очень хочу этот танец станцевать, и снять видео, обязательно выложить, познакомить, да, девочек тоже с Апаримой. Медленно, очень душевно, очень жестами, очень все вот так, но знаешь, но знаешь, как после... Визуально не напрягаясь, да? Визуально не напрягаясь, но после того, как я заканчиваю его танцевать, с таким же выражением лица, да, просто бедра горят так, что я просто сажусь и думаю, я что, в тренажерном зале побывала, или что? Ну да. Да, это вот низкая, эта амплитуда, эти объемные бедра, несмотря на то, что мои бедра с утра до ночи работают в поте лица пожизненно, и все равно я танцую Апарима, и кажется, это легко, действительно, и так это воздушно, и так это все, ручки, да, эмоции, но действительно, и ноги горят, и бедра, и спина, потому что ты в статике в этой, да, ну, просто огонь на то, вот словами не описать. Ну, вот по себе могу сказать, что чем мне стала интересна вот эта техника у ритаити, что когда начинаю заниматься, понимаешь, что ты многого еще не умеешь, то есть кажется, вот все умеешь, все танцуешь, а там смотришь, и это не получается, и как-то, ну, вот к себе вопрос, и понимаешь, понимаешь, что есть куда расти, и некогда скучать, некогда, ну, что надо развиваться, ну, вот, а расскажи о своем предстоящем курсе онлайна, по ритаити, какие там будут, что ты будешь давать, да, какие там будут кайпушки, да, да, ой, я, если честно, вот сейчас даже, знаешь, у меня такое вот прям пелена перед глазами, потому что только сегодня я вот распрощалась с девчонками, со своими, ну, там у нас еще, конечно, награждения будут, и все победители, но курс закончен, первый, и, конечно, столько эмоций, но вдруг я, после того, как я с ними попрощалась, я поняла, что у меня уже все, я уже не могу терпеть, я сама им говорю, девочки, будьте терпеливы, будьте спокойны, а сама я уже не могу, я хочу быстрее начать следующий курс, понимаешь, у меня уже все горит, я уже хочу танцевать, этот курс, конечно, я задумала, потому что приняла решение, именно на карантине, когда появилось время, я смогла еще глубже, опять же, окунуться в эту культуру, и тем более сейчас так не хватает природы, а для меня таити, я понимаю, что я когда танцую таити, я как будто бы, вот я на острове, я мысль, я визуализация у меня развита безумно сильно, и возможно, вот этот танец действительно мне из-за этого так еще сильно притянул, что вот природа, природа, вот пальмы, острова, песок, парео на бедрах, все, я все, я вся в этом таити, и сейчас из-за этой нехватки природы, из-за того, что нету вот этих островов рядом, невозможно куда-то улететь, невозможно увидеть море, да, и ну вот в таком духе все, сейчас как никогда хочется танцевать таити, да, но это я конкретно про себя говорю, я стала вот эти два месяца, даже три месяца, очень усиленно копать, очень усиленно еще больше, и приняла решение, что я хочу все-таки вот это направление сделать своим вторым, профессиональным направлением, то есть не просто увлекаться, как я увлекаюсь разными стилями, да, другими там еще, ну, неважно, там, 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 да, чуть-чуть разное, мне интересно много чего, но здесь я поняла, что это прям часть, вот часть меня, оно прям живет по мне, поэтому родился этот курс, где я решила, что я все-таки хочу показать эту красоту девчонкам, я хочу их познакомить реально с чистыми движениями, понятно, понятно, что там, Таити фьюжн постановку, я все равно чуть-чуть адаптирую, скорее всего, я ее сделаю, ну, на 70% Таити, и на 30% только Бэлли Дэнс, то есть, ну, поняла, да, наоборот, чем было раньше, что Таити все-таки будет больше, чтобы, ну, из-за чего я это сделаю, из-за того, что мы все-таки будем технику проходить Таити, я все-таки буду рассказывать именно разницу, я хочу именно показывать, да, девчонок Бэлли Дэнсеров ко мне, ну, очень много, потому что в основном я танцовщица Востока, и я хочу им прям показывать, что вот наша качалка в Востоке, мы делали ее вот так, а Тамау на Таити это вот так, и когда им наглядный пример, они увидят, да, разницу, это сразу вот сюда, сразу попадет, и им будет легче, то есть, вот у меня цель такая, показывать на примере, да, то есть, схожие движения, да, нарабатывать технику, то есть, мы будем работать две недели подряд, с понедельника по пятницу, будем отрабатывать полностью технику, на основе этой техники связочки небольшие на наработку, дальше я добавляю в курс растяжку, потому что сильные ноги, растянутая спина, все готовое тело, оно, ты сама понимаешь, это основа, основа танца, качественного и здорового танца, добавляю растяжку и теорию, будем миксовать, потому что я думаю, что девчонки за час урока потаите, на следующий день будут так, ползти, просто, веселая будет у них после, но я думаю, что это будет очень круто, потому что это и энергетика другая, и бедра другие, и, да, теория будет на следующий день, я хочу миксовать, растяжка, теория, да, история, конечно, я буду рассказывать, чтобы больше девочки понимали, что они делают, когда они будут понимать, они будут танцевать, просто вау, потому что мы, когда осознаем, что мы делаем, мы тогда это любим, и тогда мы технически можем это выполнить круто, на самом деле, и плюс еще вот момент, который я хотела сказать, ну, так как у меня очень много эмоций и мыслей, у меня уже вылетело из головы, что я хотела сказать, ну, могу сказать, какие у меня мысли появились вот на этот счет, то есть очень важно, чтобы базовую технику изначально объясняли очень доступно и очень качественно, то есть недостаточно просто по Ютубу посмотреть видео, визуально еще считать, ну, как бы визуально посмотрел, вроде бы как повторил, и не понял, правильно ты делаешь, неправильно, то есть очень важно именно качественно базу объяснить, то есть вот это будет на твоем курсе, да? это будет на моем курсе обязательно, тем более, что я вообще дотошна до объяснений, я очень такая противная, можем так говорить, что мне нужно вот объяснять прям детально-детально, чтобы люди действительно поняли, а тем более таите, все-таки, ну, мне хочется делиться, и я думаю, что с этим курсом я открою прям действительно более глубокий путь к миру, более, знаешь, как бы, более детально, наверное, такой вот детальный обзор дам к глубокой технике вот этой и глубокой истории этого острова, потому что действительно очень интересно, очень далеко, начиная с момента, где географически он вообще находится, да, это вот просто другой мир, это космос, это другая планета, и это красиво, а потом представь танцевать это в Парео, о май гадабл, это же огонь, Парео цветы, я мечтаю об этом. Там, конечно, другие костюмы, в костюме может быть ни одного стразика, и все это будет очень-очень красиво, и богато. Листья, все, это вообще здорово. То есть по костюмам могу сказать, что вот тайзианские танцовщицы на вот этих всех конкурсах, то есть есть в Европе самый известный конкурс, это Хейва в Париже, и все костюмы, они сделаны из натуральных цветов, из натуральных лиц, я не представляю, какой запах, во-первых, и во-вторых, это вообще нереально. Да, и во-вторых, вот, конечно, в условиях России сложно представить, потому что у нас тропические, если мы где-то и купим цветы, это будет дорого, это одноразовый костюм, но тем не менее, вот чтобы это было уже максимально приближено, максимально профессионально. Мы же поедем на Хейву однажды, и будем там конкурировать. В этих костюмах из живых цветов, потому что я очень хочу, я очень хочу попробовать именно вот из живых цветов, но это не здесь, не здесь, это либо вот в Малайзии где-нибудь, это где-то на островах, где-то вот... Ну да, Хейва, Хейва, она же и в Париже проводится, и не в Париже, а на Таити, по-моему, Сан-Диего, вот можно даже поискать по запросу Хейва, и как бы по многих странах проводится. Ну а скажи, вот кому будет интересно принять участие в твоем онлайн-курсе? Кто твоя целевая аудитория? Как ты представляешь, кто будут эти люди? Ну, во-первых, начнем с того, что это прекрасная половина человечества, да? Мне бы, конечно, хотелось, чтобы все-таки были только девушки. Не хотелось бы, да? Тем более, ты знаешь, что мне нравится безумно, что мужчины все-таки у них там танцуют, такие мужские танцы. Ну, у них же там мужская партия, и вот многие движения, есть аналоги в мужском партии, то есть они не крутят попой фарапо, они делают свои движения. Ну да, но у них это очень мощно получается, поэтому мальчишек я не приглашаю, моя целевая аудитория девочки, да? Девочки, это значит, что женщины все, да? То есть я их всех девочками называю. Во-первых, непрофессиональные вообще танцоры с нуля, потому что объяснение будет обязательно подробное, и эти же девочки, они должны быть уверены в том, что они хотят учиться у меня и танцевать, потому что если вы идете ко мне, то вы должны понимать, что легко не будет ни начинающим, ни продолжающим, ни вообще суперкрутым танцором, всегда будет такой интенсив, мощно, и нужно понимать, что действительно это будет такая работа, вот так вот, да? Если этого не бояться, то добро пожаловать. Плюс будет интересен для девочек, которым интересно приблизиться к экзотической культуре, которые любят природу, да? Есть люди, которые действительно, вот как я, очень сильно вдохновляются природой, для меня природа это number two после моей семьи. Первое мое вдохновение, это моя семья, мои родные, мои близкие люди. Потом сразу природа. Вот без этих двух вещей в своей жизни я жить не могу вообще. И, соответственно, благодаря Таити мы можем более глубоко прочувствовать именно вот нашу природу, нашу принадлежность к природе, потому что мы, как ни крути, являемся частью окружающего мира, да? И нашей вселенной. То есть более детально почувствовать ветер, услышать пение птиц, да? Чувствовать запах. То есть это все визуализировать. То есть если это интересно, то это ко мне, пожалуйста. Плюс бэлли-дэнсерам, которые хотят изучить что-то новое, либо отработать свою технику, потому что, Натали, после того, как я начала заниматься Таити, моя техника в бэлли-дэнс выросла вообще ну очень сильно, потому что объем добавился. И я просто его использую в танце живота, так как мне это нужно. Но благодаря Таити очень сильно вот развилась амплитуда, да? И вот много-много чего улучшилось. Поэтому здесь, пожалуйста, разные стороны медали. Вы можете с нуля научиться, вы можете подкорректировать свою технику бэлли-дэнс или изучить что-то новое, да? И добавить это в свой танец и сделать какие-то интересные номера или приблизиться к природе, приблизиться к островам и просто красиво в Парео ближе к лету танцевать, представляете? Я тем более сейчас хочу снять видео. лето у нас летнего. Это же Парео, Паник, Топик. Я хочу снять видео на природе. Вот видео будет у меня рекламное, то есть со всеми этими движениями. Я хочу поехать на природу и прям вот у реки вот это все как-то красиво поснимать, потому что Таити для меня это сразу природа, сразу море или река в крайнем случае как у меня. Океана нет, но река Дон есть. Почему нет? Ну, мне кажется, если говорить о целевой аудитории, то еще можно сказать, что жителям мегаполисов, жителям больших городов очень часто не хватает вот этой связи с природой, то есть когда они выезжают, если хочется немножко заземлиться, немножко вот от суеты отвлечься, то это как раз. Почему нет? Конечно, конечно, да, конечно, да, Татали. Ну, вот скажи, вот стиль ори Таити, он очень популярен по всему миру, то есть есть студии тайцанского танца, на Гавайях, на Таити, на островах Кука, Новой Зеландии, Мексика, в Европе очень много студий. Почему этот стиль у нас в России еще не так широко известен? И что можно сделать для популяризации стиля, чтобы люди больше узнали, больше хотели заниматься? Что можно сделать? И почему такая ситуация у нас? Я предполагаю, что, во-первых, это место расположения. Я думаю, что география, понимаешь, у меня на этот случай есть, смотри, что? Как ты думаешь, что? Почти. На этот случай у меня есть моя любимая игрушка. Это моя игрушка, я играюсь в него, люблю искать страны, в которых я побывала и куда бы я хотела поехать. То есть, как бы играюсь в него. Я всегда показываю, что, пожалуйста, вот огромный земной шар, Таити находится в Тихом океане. Вот французская Полинезия, вот Попеэта, наша столица. То есть, получается, вот находится Таити, и вот смотри, я туда, а мы сейчас крутимся, 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 вообще через весь земной шар, Господи, крутимся, и вот сюда, да? Вот. И вот мы здесь. То есть, вот, пожалуйста. То есть, получается, что вообще просто, ну, так Таити, пожалуйста, Тихий океан, смотри, всё. Вот. То есть, сюда, чтобы долететь, я не знаю, три дня, наверное, нужно. Даже Таиланд и тот находится, можно сказать, по соседству с нами, просто вот перейти через, я не знаю, соседний двор, если в сравнении стоите. То есть, в первую очередь, я думаю, что география просто, ну, невероятна. Соответственно, какие ближе страны находятся, естественно, конечно, Соединённые Штаты Америки, у них там очень развито это, потому что, ну, всё равно ближе. Дальше, смотри, французская Полинезия, очень много французов приезжало туда, и что делало? Ну, впитывало эту культуру, интересовались. У них было... Ну, они там женились, женились на Таитяночках. Теперь, конечно, и во Франции очень много. Почему во Франции, вообще, кстати, очень много школ, и очень много в Европе школ, потому что... Ну, там и Таитянки приезжают, и стоите именно во Францию. Ну, вот. И там, потому что очень много, очень много там и браков, и очень много на Таите там живут, и они вот все поперемешались, и, соответственно, как бы там развито, там развито, именно по той причине, что всё это, вот здесь гораздо ближе, понимаешь, в Полинезии находятся. Вот, пожалуйста, тут и Мексика, и вот сюда, пожалуйста, и Бразилия. Ну, не близко, но, во всяком случае, не через весь земной шар, понимаешь, лететь. Вот. Ну, а в Европе, сама понимаешь, почему, потому как, да, колонизация европейцами, и, соответственно, вот, объясненно, и женились, и замуж выходили, и вот. А у нас далеко, и некому, некому, кто был на Таити, ну, да, с путешествиями, да, может быть, туда летают, естественно, люди на отдых, но именно таких культур, вот я не знаю, я не слышала, может, и есть такие люди, но я нигде не слышала, я нигде не находила, что был такой культурный, например, такое культурное путешествие, как мы летаем в Египет, изучать там арабскую культуру, да, ну, сама понимаешь. Соответственно, некому привезти это сюда, и дать жизнь, вот здесь такую глубокую, такую яркую, как, например, у нас живет belly dance наш, да, и процветает в каждом, в каждом уголочке нашей страны, везде, везде, по всему миру. Ну, вот я хочу все-таки, чтобы Таити жил, и чтобы он процветал, и я что смогу максимум сделать, я хочу попытаться сделать. Может быть, с Литой на Таити. Таити сделать более интересным этот стиль. На самом деле, чтобы понять, как далеко находится, вот если смотреть эфиры Таитианских студий, то разница, это где-то 10 часов, 9 часов, 12, 13 часов, то есть, когда у них там утро, они встали, они начали заниматься, у нас это час ночи, три часа ночи, четыре, то есть, вот поэтому даже можно почувствовать, что это другой конец. Да. И там дальность перелета очень большая, то есть туда летают или через Японию, или через Соединенные Штаты Америки, то есть из России даже нет прямых рейсов, но при желании, конечно, все это можно, этот пласт весь перевернуть. Ну, а расскажи, вот ты планируешь какой-то фестиваль полинезийского танца организовать, в каком это будет виде, когда это будет, ну, как ты это видишь? Расскажи немножко о своих планах. Да, я мечтаю об этом, на самом деле, с этого первого дня, как я уже поняла, что я в Таите, я в Таите, как и в танцах, но, опять же, все это откладывается по той причине, что его нужно делать для людей, которым это интересно. А где они? Эти люди, их не так много, и если они есть, действительно, и с кем вот мы общаемся, кто увлекается, отвлекаются, они живут где-то, ну, в Челябинске, например, или в Екатеринбурге, ну, представишь, как это от Ростова далеко не факт, что вы приедете, например, да, ну, вот просто, если, просто обобщенно об этом говорить, хочется действительно сделать фестиваль, и я думаю, что я его сделаю однозначно. Вопрос в том, что когда, и с кем, конечно, я хочу Леолане, свою любимую учительницу пригласить, я хочу Надю пригласить, я хочу, вообще, и с Маэной у меня были переговоры уже очень много лет, но такой неоднозначный человек, непонятно, как бы получится, не получится, видимо, они тоже все на своей волне, и тоже не с каждым можно будет договориться, а потому что, ну, потому что люди разные, все, и менталитет разный. Ну, да, да, потому что вот в прошлом году в Москве был фестиваль полинезийского танца, там московская школа организовывала, и то, что они рассказывали, были проблемы с визами, с визами именно для звезд, то есть, то ли виза именно для тайтианцев, да, вот, которые сюда приедут, то ли из Европы, допустим, ну, человек там имеет красавица, приезжает, то есть, именно были проблемы с перелетом, но я думаю, как бы все это, да, при желании, все это решаемо. Это решаемо, главное, чтобы люди были, люди интересные, потому что я это для себя-то могу сделать. Для кого это делать? Да, поэтому я сначала все-таки хочу больше увлечь людей, дать им возможность полюбить этот стиль, танцевать вместе, может быть, даже какие-то вечеринки сделать, может быть, какие-то сделать не такие масштабные, да, конкурсы, как я сразу это вижу, масштаб, все, иностранцев, Таити все сразу, и Таити едет к нам, если мы не едем к ним, да, то есть, это все в моем стиле, но все-таки здесь надо действительно думать внимательно, тщательно, я буду это делать однозначно, но вопрос там, когда, и какой масштаб будет, да, но для начала давайте будем знакомиться более детально. Ну, начнем, да, этим всем заниматься, чтобы было кому-то показать, но, а вот скажи, танцы Полинезии, это же такой огромный культурный пласт, и там вот информации не меньше, чем в Болидальсе, там есть свои ритмы, то есть, свои определенные движения, то есть, свои связки, и вот не страшно ли заниматься чем-то новым, когда вот понимаешь, какой путь пройден в Болидальсе, сколько на это положено сил, на то, чтобы там углубиться, когда ты понимаешь, что другое направление, а там не меньше информации, вот не страшно этим заниматься, когда все это видишь на старте, все это понимаешь? Знаешь, Наточка, для меня это, я тебе скажу, как я отношусь к этому, я отношусь к этому, как новым, знаешь, как, ну, новые возможности, новая информация, новые знания, на мой взгляд, они продлевают жизнь, раз, они дают возможность для тренировки мозга, два, они дают тебе поток нового вдохновения, в том числе, для твоего вот этого, да, основного направления, в котором ты уже всю жизнь, и несмотря на то, что я считаю, что даже в бэлли-дэнсе невозможно остановиться в развитии, я считаю, что до сих пор, как бы, я обязана и буду развиваться в своем основном направлении, и остановки в этом нету, но я считаю, что когда ты новое изучаешь, когда ты совсем еще чувствуешь себя как будто бы ребенком, да, как будто ты вот с нуля, как будто ты только чему-то учишься, то это только тебе дает возможность расширить границы, понимаешь, это дает тебе возможность почувствовать себя снова учеником, снова узнать что-то новое, интересное, то, чего еще в твоем сердце может быть нет, а появится, и ты станешь уже на целое направление богатым человеком, да, то есть это такие знания, которые действительно это наше богатство, и бояться, ну, смысл бояться, идеальности не существует, мы же это знаем, это только можно самому себе придумать, сказать, о, я идеален, все, классно, можно расслабиться и ничего не делать, смысл тогда вообще чем-то заниматься, просто действительно наслаждаться, я сейчас учусь, да, и я понимаю, что я уже отношусь по-другому к этому изучению, чем когда я была в Белли Дэнс, училась, и у меня была вот это, знаешь, на результат заточка, надо все сделать, надо быть круче, надо, надо доказать всему миру, вот это, знаешь, вот этого сейчас нет, ты уже, когда ты с опытом, когда ты проходишь этот путь, ты понимаешь, что вот сейчас, изучая что-то новое, я именно конкретно, каждую секунду, просто от этого кайфую, и просто получив новые знания, я хочу поделиться ими с тобой, все, и дальше идти вместе, вместе с тобой, просто вперед, к новым там каким-то знаниям, к новым вершинам, горизонтам, вот это интересно, а страшно что, ну а что бояться, ну все, все равно в жизни мы не будем знать, это невозможно, всегда будут вещи, которых ты не будешь знать, всегда будут вещи, которые будешь знать ты, а кто-то другой не знает, понимаешь? Ну, я поняла, а вот что, что ты можешь посоветовать, посоветовать танцовщицам, ну из России, вот например, которые только хотят начать изучать стиль оритоити, ведь у нас очень мало преподавателей, ну то есть есть танцовщицы, есть, но надо приложить усилия, чтобы найти информацию, да, что можно посоветовать именно начинающим, тем, у кого нет вообще преподавателя, но у которых появилось желание, с чего начать, и какие могут быть сложности, вот, что можно сказать? Ну я думаю, что если действительно есть желание, настоящее, искреннее, то нужно копать, нужно искать, и обязательно, как и я начинала, да, только я начинала, тогда было вообще не было информации, но я нашла, а сейчас все равно информации больше, всегда можно перелопатить интернет и найти, на самом деле человек, если хочет, в нем действительно открываются какие-то невообразимые возможности, единственное, что может помешать, и трудности, это лень, и быстро, когда знаешь, когда ты что-то ищешь и не можешь найти, частенько люди сдаются, они думают, ой, ну нафиг оно надо, вот это такая заморочка, зачем это вообще я буду делать, с таким подходом сразу лучше отказываться от этой идеи, да, то есть, если хочешь, и реально хочешь, а не просто сказал, я хочу, но как бы, ой, но если трудности, то я не буду, если действительно хочешь, то искать запросы, смотреть в интернете, тайтянок, да, настоящих, смотреть, искать преподавателей, искать, кто у нас в России занимается, подписываться на группы, изучать, смотреть, собирать информацию, и оттуда уже создаться такой план действий, когда человек уже начнет собирать информацию, он уже поймет, с кем ему хочется заниматься, что ему хочется еще почитать, что посмотреть, кому пойти поучиться, у кого узнать это, у кого тут, ну, то есть, да, такая, это должна быть работа, да, как не каждый хочет этим заниматься, но если действительно есть желание, то вот нужно приложить усилия, и все получится, и плюс тренировки бесконечные, постоянные. Это да, ну, у нас уже три минуты до конца эфира, я тебя благодарю за то, что ты, да, прям пролетел час незаметно, я благодарю тебя за то, что ты согласилась поделиться своим опытом, с аудиторией, что, потому что мне очень хочется поделиться с людьми, тоже познакомить с полиализистской культурой, показать, что мы не одни, что нас в России, по крайней мере, ну, в России на постсоветском пространстве нас много, как бы не все видят необходимость делиться, но те, кто видят необходимость, я постараюсь с ними сконтактировать и побольше рассказать. Спасибо за эфир. Спасибо тебе тоже большое. Я надеюсь, что мне удастся сохранить эфир, и мы выложим и ВКонтакте, и везде, где только. Если что, я запись параллельно вела, я тебе, если что, передам ее. Хорошо, хорошо, всем спасибо. 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 Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok